здравствуйте меня зовут федор васильев и это урок по grid box 2 дополнительный бесплатный урок к моему недавно вышедшему курсу лендинг пейдж на лету а в этом уроке я хочу вам показать нестандартный эффект нестандартные скос секции достаточно симпатично это смотрится сейчас вы видите пример то есть это обычный блок да только увидите какой у нас происходит скос это можно сделать как в начале так и в конце данного блока вот вы видите одного цвета у нас идет секция она скошенной снизу и сверху и это все хорошо смотрится на телефоне и планшете то есть после реализации у вас не возникнет здесь никаких проблем на планшете соответственно тоже смотрится нормально это реализовывается небольшим кусочком кода давайте реализуем данный эффект и так я все удалил сейчас у нас выглядит все стандартно обычная секция и этот урок он будет полезен больше тем кто уже знаком с grid box 2 если вы видите турок впервые то для вас скорее всего это будет достаточно сложно сначала нужно освоить весь компонент точнее построение вот этих вот секций и так давайте приступим то есть смотрите у нас есть обычная секция в именно в данной секции то есть у нас где идут вот эти три картинки рукопожатия мы с вами обращаемся к фиолетовые вот этой шестереночки и здесь мы выбираем из выпадающего меню так сказать плюсик и выбираем одна колонка она нас помещается внизу пускай так и будет это для скоса внизу мы создаем еще одну выбираем 1 а вторую мы с вами переносим удерживая левую кнопку мыши и размещаем ее прямо здесь первое что нужно сделать это удалить все маржины то есть отступы заходим теперь в карандашик в режим редактирования именно вот этой секции переходим в данном всплывающем окне макет дальше сверху отступы выбираем на ноль и снизу тоже 0 то есть мы теперь наводим мышку на шестеренку видим что маржинов у нас больше здесь нет ставим галочку внизу нам секция будет нужна только если мы захотим внизу тоже делал скос это не обязательно то есть если у нас скос наверху внизу может быть скоса не быть то есть ровный будет блок вот но я буду тоже показывайте внизу потому что здесь код отличается который мы с вами позже реализуем поэтому здесь тоже заходим в карандашик и убираем на ноль сверху снизу соответственно здесь именно у секции где у нас картинки вы видите маржин есть тут на ваше усмотрение можно больше сделать что мы делаем первое нам нужен специальный код я его подготовил он в принципе универсальный подойдет каждому этот код вы сможете скачать то есть документ с кодом в описании под этим видео и перед вами данный документ который вы скачаете здесь я все прописал то есть вот это у нас относится к первому скосу который будет наверху вот вот до суда тут я прям написал вниз то есть это все относится будет к нижнему что мы с вами делаем мы сначала с вами копируем вот это вот то есть вот без вот этого это мы просто я пометил аккуратненько вот так копируем это мы должны поместить в html в плагин то есть вот в эту секцию который у нас в будущем будет являться скосом да мы с вами добавляем плагин добавляем плагин html я вот не знаю в бесплатной версии grid box доступен бесплатно этот плагин если да то тогда даже для бесплатной версии можно реализовать такой скос вот он html код выбираем его здесь мы все удаляем и прописываем наш код просто копируем и вставляем нажимаем галочку сейчас у нас пока ничего не видно дальше мы открываем наш код и аккуратненько все целиком копируем вот так начиная вот отверх и обязательно закрывающий фигурной скобкой копируем данный код движемся мы с вами инструменты редактор кода если здесь у вас уже есть какой-то ксс код то вы просто ниже прописываете его здесь мы сразу с вами можем наблюдать у нас уже практически в принципе все готово все работает давайте пока нажмем здесь галочку у вас здесь вот слева как у меня может быть такой зазор это нужно в нашей секции выставить галочку по всей ширине экрана вот таким образом тогда здесь зазор исчезает а дальше сразу можем посмотреть в планшете уже здесь смотрится нормально и здесь может нормально даже если вы не доверяете редактору grid box я специально заходил со своего телефона на андроиде до смотрел все в принципе в браузере chrome смотрится хорошо в других браузер просто не смотрел то есть никаких проблем ну что можно еще сделать то есть смотрите у меня здесь за задан цвет вот у нижней секции да она же у нас как бы получается продолжение того скоса визуально кажется что это один и тот же блок то есть первая у нас картинка и потом такой скошенный блок идет снизу скоса не давайте сохранимся и посмотрим как это прямо на сайте выглядит то есть вот он красивенький скосик такой снизу идет следующий блок скоса нет тут на ваше усмотрение нужен вам внизу скос или нет дальше давайте посмотрим настройки например у нас у нижней секции который продолжает наш скос имеется цвет но не как у меня например какой-то другой то есть мы с вами переходим в карандаш фон здесь у меня задан уже цвет ну я просто возьму сейчас какой-то произвольный цвет вот такой например и уже цвет отличается у скоса до что нам нужно сделать чтобы наш скос был такого же цвета мы с вами просто берем этот код цвета которые задали здесь копируем закрываем переходим с вами в ксс в редактор да и вот именно верхняя строчка нашего кода вот здесь вот идет как раз таки цвет удаляем и вставляем наш код цвет вместе с решеткой да и вуаля у нас как будто это один литой блок все получилось дальше например сам размер этого скоса больше меньше то есть это у нас как раз таки тоже эта строчка вот где 100 пикселей написано например мы делаем 50 соответственно скос меньше но и отступ видите здесь происходит отступ то есть с отступом тоже мы будем играться то есть это у нас маржин топ я ставлю минус было 125 делу минус 100 видите этот блок примыкает ниже то есть мы таким образом можем выровнять также чтобы это казалось единым блоком то есть если нужен небольшой скосик но я возвращаю это на место здесь делаю 125 здесь я делаю 100 вот мне так больше нравится дальше что делать если нам нужен скос в другую сторону не влево вправо то это у нас находится вторая строчка border right то есть мы удаляем слова right и пишем слова left то есть слева по-английски просто убиваем left вы видите на глазах у нас сразу получается скос в другую сторону вот таким вот образом теперь давайте добавим скос снизу только смотрите здесь есть маленький нюанс вот эту секцию нам нужно перенести чуть ниже вот на следующий экран на следующий секцию потому что здесь поставить все не получится мы просто зажимаем левую кнопку мыши и тянем вот за эту шестереночку вот видите я захватил и тянул вот чуть ниже чтобы появилась такая вот синяя линия да и вот здесь отпускаем вот именно на этом уровне здесь я добавляю html все по аналогии здесь убираем открываем наш код забираю аккуратненько код для html вставить ставим галочку и забираем вот этот код переходим в ксс ниже просто вставляем код вот у нас видите все получилось то есть если у вас вот этот элемент будет находиться вот здесь вот видите здесь что получается если вы будете двигать отступы то это будет двигаться вместе с основной секцией поэтому нам нужно разместить это чуть ниже вот таким образом ну и соответственно цвет сейчас я просто посмотрю какой код мы ставим для нижней секции да это у нас код ксс это прописывается вот здесь меняем нажимаем галочку сохраняемся и вот у нас принципе все с вами получилось проверяйте чтобы не было никаких нигде лишних отступов то есть видно что здесь отступов нет вот здесь они есть мы просто их убираем если они нам не нужны вот таким вот образом все у нас принципе получилось на этом я данный урок заканчиваю если он вам понравился ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет также в описании к этому видео и если вы смотрели это впервые впервые столкнулись с таким конструктором grid box как сейчас я вам показываю то я вам предлагаю пройти мой обучающий видеокурс landing page на лету он вышел совсем недавно также ссылочка на этот курс будет в описании на страницу презентации можете ознакомиться если хотите на этом с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а а Субтитры создавал DimaTorzok